ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, как переливается. Ну что, друг, будем знакомиться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, братва! Как Ильдар говорит? Привет, братва! Ну что, начинаем наш видос. Это будет поездка в Питер. Точно, тренировка тачки сразу же. Ильдар за меня очень боится почему-то, не знаю. За тебя все боятся. За меня все боятся. Короче, ладно. Желаю всем приятного просмотра. Готовьте чайоку. И погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просто боюсь. Ну что, сейчас, сейчас. Загрелось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бля, ебан, там звук лютый, нахуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Послушай звук. Звук вообще. Я когда тронулся, я вообще прозрел, честно. Я в руле, брат, я в любимом Питере или в Сестрелке, Москве. Я в руле, брат, я в руле. Летим, 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 летим не спеша. Нужно всказ на килограмм. Че, нормально тачка жарит? Да, раскрутила прямо. Нормально? Короче, все. Сейчас уже едем в Москву на Кэтаре. Любимый. В Питер, в Питер, точнее. Едем в Питер. Пять утра времени. Надеюсь, часа где-то к 12-15 часа приедем. Объяснима она, неутолима. Как желание слышать этот хруст винила? Как насыщенный тон акрила. Взрыв тротила. Мы жажду утоляли. Не лимонадами, а педалью. В промежутках между минимализмом и край. Но у нас проблема. У меня вылетел чек. Возникла проблема с двигателем. Кто-ка купил тачку, уже вылетел чек. Лежит прошитый январь. Немного беспредела. По городу, да, так смело. Брат, в очерте трезины, словно по доске. Радо верить ГТР брату. Аккуратно, давай. Итак, друзья, мы наконец-таки доехали до Питера. Сейчас выезжаем на ЗЦД. Блин, постепенно разбираюсь с тачкой. Просто на третью. На, блядь. На, чертюртая, блядь. На, все полетел. Первым делом, чтобы я не покупал какую-либо машину, это восьмерка, не знаю, Бэх, ГТР, их сразу приезжаем в Тюник-Ателье Бункере.рф, чтобы затонировать тачку. Так, здорово. А что, где Дэн? Дэнщик на свадьбе отдыхает. Короче, Дэн вчера был, да, на свадьбе, он мне сказал. Поэтому сегодня с утра он еще не придет. Ну, надеюсь, к тому моменту, когда мы завершим нашу тренировку, он уже придет и заценит тачку, заценит саму работу с тренировкой. Слушай, короче, так как обзор на своей тачке маленький, но затонировать тачку по-любому надо, чтобы она выглядела пацанской. Поэтому, я думаю, передние не будем трогать, вот, а задние можно прямо в пятак, как бы, люмаром, ну, как обычно, короче, наглухо, чтобы в бункере было, сзади. А здесь оставим. Приложить, в принципе, заднюю часть люмар, NTC-шку, 5-процентную, то есть притемнить ее полностью, задние закрываем, то есть боковые форточки. Ну да, передние оставить, чтобы тебе и вечером по зеркалам... Ну да, здесь как обзорность, на самом деле, не такая уж и большая, и плюс мое зрение такое, ну, х**батенькое, поэтому, поэтому оставим так. Ну, в общем, приступаем. Еще перед тем, как тонировать, я думаю, нужно снять вот эти вот наклейки. Коп, коп это вроде как этот чип, мне дали еще вот этот культ, который, помните, в прошлой серии Эльдар показывал, где можно настраивать, там, стейш-1, стейш-2. Ну, эти наклейки это точно ни к чему. Сам чип нам нужен, но наклейки нет. Вот, собственно, и все. Не знаю, зачем вообще эти наклейки нужны. Наверное, тупо для того, чтобы все вокруг знали, что у тебя гетер на чипе. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, жопа у этой тачки. И так было красиво, а с тонировкой теперь еще лучше. Прям вообще идеально. Причем мне еще нравится, пойдем. Нравится, что в купешке, когда затонирован только зад, выглядит, в принципе, ну, нормально, достойно. Как бы когда это седан такой, и ты тонируешь только зад, то выглядит немного глупо, что этих нет у передних. А здесь прямо нормально. Как бы зад черный. Тут прозрачно, видно круто. Короче, вообще огонь. Тачка имеет вид. Сейчас поедем кататься. Ну а вы, если вы хотите затонироваться, какой-нибудь пленочкой приклеить, то приезжайте в Bunker.RF. Ссылочка будет, как обычно, в описании. Смотрите, какая красота. ЗСД, мосты. Я просто люто кайфую. Наверное, все-таки эта тачка будет для Питера. Изначально я думаю, что когда я куплю буду на ней ездить в Москве, но в Москве невозможно там дохера камер. Да и в целом, как бы, машина выходного дня, Питер, родной город, машина просто создана для этого города. Очень нравится. И если честно, на ней в спокойном режиме даже особо вжоговать не хочется. Но, как только ты включаешь R, то все. Просто просыпается Зелон. Бля, нереальная скорость. А еще я обожаю ездить в туннелях. Вот почему. Просто звук нереальный. Мне очень нравится выхлоп. Сама динамики тачки. Блин, не знаю. Я просто не передать им музыку. Первое впечатление от машины, это просто какой-то зверь. Она очень резкая. И звук, и звук вот это сопровождение выхлопа Машка С. Очень круто. Еще мне очень нравится в этой машине эта подвеска. Когда ставишь комфорт, вполне спокойно можно ехать. Вот мы с Москвой доехали. Я в Москву ехал на Иксе, обратно на Геттер. И в принципе, я разницу особо не почувствовал. То есть нормальный по выхлопу. То есть он орет, когда надо. И подвеска комфортно, в принципе, и котчик приезжает. Жесткость кузова тут, конечно, вообще адская. То есть, когда обычно машина немного хотя бы гуляет, а Геттер прям он вообще такой четкий. Стабудо как бы из единого слитка сделан. В следующей серии мы поедем раскрашивать эту машину баллончиком, как и обещал в серии с Букиным. Когда я куплю новую машину, я обязательно раскрашу. Вот тачка есть, и в следующий раз мы ее раскрасим. Ну а на этом все. Такой вот наш первый тюнинг, как обычно. Это тренировочка, дорога до Питера. И в следующих проделсах уже будут замеры, гонки и все такое. В общем, с вами был Дим Гордей. Ставьте лайк, если вам нравится тачка, понравился ролик. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok